Зенитный ракетный комплекс ОСА Комплекс разработали в научно-исследовательском электромеханическом институте Главный конструктор Вениамин Ефремов Шасси для ЗРК ОСА спроектировали на Брянском автомобильном заводе Машина имела три ведущие колесные пары, что обеспечивало хорошую проходимость Максимальная скорость достигала 80 км в час Для движения по воде машина оборудовалась водометом Максимальная скорость на плаву составляла 10 км в час Основным требованием к комплексу являлась его автономность Поэтому ОСА оснащалась системами жизнеобеспечения и навигации В ней находились средства связи, а также автономный источник электропитания Для обнаружения целей на машине монтировалась радиолокационная станция кругового обзора Цель типа «Истребитель» засекалась на дальности до 40 км Для захвата и автосопровождения целей на машине имелась еще одна станция На пусковой установке комплекса размещалось 4 ракеты Ракеты наводились на воздушного противника по радиокомандам с земли Стрельба в движении не предусматривалась В случае появления внезапных целей Пуск ракет производился с коротких остановок Цели могли уничтожаться как днем, так и ночью в различных метеоусловиях Я 31-й, цель 202-ю уничтожил, расход 2 Понял, 31-ю, зарядить четырьмя Для перезаряжания комплекса создали транспортно-заряжающую машину В которой размещалось 8 ракет и запас топлива ЗРК «ОСА» приняли на вооружение ПВО сухопутных войск в 1972 году В последующем комплекс модернизировали Расширилась зона поражения Количество ракет на пусковой установке увеличили с 4 до 6 И располагались они теперь в пусковых контейнерах Кстати, количество ракет на пусковой установке увеличили По личной просьбе Дмитрия Федоровича Устинова Дмитрия Федоровича Устинова Дмитрия Федоровича Устинова